Меня зовут Андрей Куканов, я принимаюсь в ЛНС 2000 года. 10 лет я был как программист-разработчик, последние 10 лет занимаюсь один из документов оборота, этой тематикой. И в последнее время как консультант-аналитик, как человек, который делает эти проекты. Знание и опыт есть, я готов ими поделиться, причем готов рассказать вам так, чтобы вам было понятно. Все самое сложное, это простое, просто запутанное. Итак, у нас есть программа документа оборот, которая была выпущена где-то в 2010 году фирмой 1С. После этого она очень сильно менялась, много раз менялась. Сейчас версия 2.1.24 редакция, она очень интересная, она очень функциональная. Но самое главное, то ядро функциональное, которое было заложено по задумке, оно прекрасно работает и фирма 1С сделала это хорошо. Так, я отключу мое видео, я думаю, что на меня уже посмотрели, а это поможет нам сэкономить все. Приступаем к нашему вебинару. Прежде всего, сейчас на экране вы видите план нашего семинара, вебинара. Вот, о чем мы будем здесь говорить. Первое, для кого требуется управление договорами, кому это нужно. Дальше, с какими проблемами в договорной работе сталкивается бизнес в жизни. Чем полезен для договорной работы программный продукт, один из документов оборотов. Какие основные процессы в договорной работе, это рассмотрим. Дальше мы разберем, как организовать в программе работу с договорами. Я расскажу вам о технологии настройки управления договорами. Поделюсь успешным опытом разворачивания документов договорной работы для одной из организаций, она девелоперская. Интересный был проект. После этого я обозначу, какие сложности есть на этих проектах, потому что программа отличается от всех других программ. Мы коснемся, для чего нужны специалисты, которых вы будете привлекать или не будете привлекать. То есть, что они дают, для чего не нужны. И в конце я обозначу те шаги, которые необходимо вам сделать для того, чтобы вы смогли сделать для себя, для своей организации систему электронных документов оборота. Ну и обсуждение вопросов в чат. Вопросы я, наверное, в конце буду включать на вопросы. Итак, начинаем. Для кого нужно управление договорами? Мы все прекрасно знаем, что договоры для любой организации, будь это бюджетная или коммерческая, это основа. Все взаимодействия любых организаций, они идут через договоры и связаны с ними документы. Договорное также управление договорами будет полезно для тех организаций, где требуется организация работы, упорядочение этой договорной работы, где договоров не 2-3, которые просто есть, лежат действующие все, когда они возникают. Есть поток договоров. Там, где нужен эффективный контроль договорной работы. Там, где хотелось бы вывести договорную работу из бумажной формы в электронную форму. Ну, особенно, когда идет очень много взаимодействий людей в документах, в договорах. В бумажном виде это немножко более сложно, чем в электронном. Там, где требуется большой объем договорной работы и там, где требуется, естественно, быстрый поиск. Когда у нас все это лежит в папочках бумажках, то это тяжеловато найти, чтобы просто посмотреть информацию договора. В электронном виде это все гораздо проще. Также будет полезен отделный документ оборот для тех, у кого разные подразделения, и они еще, не дай бог, по-разному понимают, когда должна строиться работа. Там, где есть удаленная территория, физически тяжело бумаги передавать. Ну и, соответственно, там, где хотелось бы организации повысить свою эффективность, конкурентоспособность за счет хорошей организации работы. С какими вообще проблемами сталкиваются бизнес-люди в работе с договорными документами? На самом деле, касается практически всех документов. Я написал часть этих проблем сейчас на экране, я какие-то из них озвучил. Я уж не буду все озвучивать, я думаю, вы сами можете прочитать. Ну, одни такие, как озвучиваю. Используются разные образцы документов. Иногда эти образцы, которые человек, сотрудник использует для создания договора, не актуальны. Правила в разных переделиях могут быть разные. Это тоже ставит на некую напряженность. Это проблемы. Юристы не могут организовать всех людей, не могут около каждого стоять, чтобы обеспечить правильную работу с договорными документами. Договоры – это основа бизнеса, как мы понимаем. И если возникают проблемы, то взаимоотношения объясняются по договору. Если он плохо сделан, то это проблемы. Когда плохо такие проблемы еще. Сейчас не очень понятно, какие изменения кто внес в документ, что менялось. В какой момент это произошло. Может быть, во время согласования. Может быть, потом внесены изменения. Ответственность в договор тратит очень много усилий. Я это много раз видел просто лично в жизни. Когда договор согласовать и подписать, неделю уходит. У ответственных сотрудников в это время, он не стоит заниматься основной работой, он бегает с этим договором, что-то делает, постоянно кого-то ловит, чтобы показать ему, ждет, когда тот выберет время, прочитает и так далее. В общем, в договорной работе, как и вообще в работе с любыми документами, существует очень много проблем. И они связаны именно с тем, что это руками и ногами, в бумаге, в единственном изомпиаре, это создает проблема. Проблем на самом деле очень много. На слайде указана только часть. Что может предложить программный продукт, один из документов оборот, для решения, для закрытия этих проблем? Первое. Эта информация хранится в документообороте в электронном виде. Данные, которые хранятся в электронном виде, можно структурировать. Можно определить доступы к договорным документам. И таким образом у нас не все могут работать с документами. А в бумажном виде документ может попасть в глаза кому угодно. Может быть, копию снять и все, пожалуйста. Дальше. Программа гарантирует, что все работают с актуальными данными. И более того, разные люди могут работать с одним и тем же экземпляром одновременно. Например, с экземпляром договора. Программа документооборот предлагает процессы обработки документов и данных. То есть можно запускать процессы согласования, исполнения, смотрения, ознакомления, там, любые процессы стандартные. Это очень удобно, это позволяет коммуницировать людей. Программа позволяет, поскольку все в электронном виде, быстро все находить в электронном виде, в базе данных. Также в программе есть механизмы исполнения и контроля исполнения. Ну и, соответственно, это программа документооборот. Это единая информационная пространство для всех людей, кто с ней работает. И с разных территорий все могут работать и все происходит одинаково. И, опять же, при создании СЭД, системы электронного документооборота, формируются какие-то единые стандарты, правила для работы с документами, в данном случае с договорами. Какие основные процессы у нас есть в договорной работе? Их, на самом деле, не так много. Сейчас мы их рассмотрим с вами и поговорим по каждому. Первое – это мы должны создать договор. Второе – согласовать договор. Ну, там дополнительные процессы могут быть. Дальше. Договор отдается контрагенту для подписания. Нам необходимо обеспечить, или любым другим людям, нам необходимо обеспечить контроль возврата передных результатов. То есть мы должны понимать, где у кого находится и когда кто должен вернуть. Если не вернул, то мы знаем, с кого-то спрашиваем. Также в программе предусмотрен такой процесс – это учет связанных документов, исполнение обязательств по договору, также контроль и продвение срока действия договора. И последнее не всегда бывает, но иногда может встречаться с вторжением договора. Это основные процессы. Итак, начнем с первого. Создание договора. Для того, чтобы работать с договорами, нам необходимо в программе «Одинный документ оборот» определить виды внутренних документов договора. Виды договорных документов. Мы определяем то множество документов, делаем настройки. Сейчас на экране вы видите форму вида внутреннего документа, договор строительства. И там останавливаются флажки, настройки делаются. И в зависимости от этого меняется функционал этого вида документа и те поля, которые в нем будут. Если каких-то полей в карточке документов нам не хватает, то мы можем через механизм дополнительных реквизитов, как сейчас вы видите на экране стрэшот, можем добавить любые другие поля. Таким образом, у нас карточка договора по наполнению может быть любой, абсолютно любой. Какой, какой мы, какая нам необходима. Далее. Если мы делаем договоры, которые мы создаем и в Рим, то мы можем приготовить некий шаблон файла. Отдельные поля в нем можем настроить так, чтобы они автоматически заполнялись. Ну, например, реквизиты организации, контрагента, кто с кем подписывает, дата, сумма, какие-то условия. Подготавливается шаблон документа. И в шаблоне документа, там, где мы заготовку этого файла приложили, мы можем настроить правила автозаполнения. Правила автозаполнения позволят нам автоматически из карточки документа данными заполнять планк договора, файл. Дальше у нас шаблон есть, у нас строено, все подготовлено. Мы просто создаем внутренний документ, выбираем нужный подготовленный заранее нами шаблон, и создание документа происходит очень легко. Мы просто по шаблону делаем наш новый договор. В нем какие-то поля, которые предопределенные у нас уже заполнены. Например, папочка, в которой будет лежать эта карточка документа, организация, статья ДС, может быть, какие-то вещи, параметры, файлы, предопределенные файлы. У нас создается уже предзаполненный документ. Остальные поля мы заполняем сами, самостоятельно прикрепляем к карточке документа любые файлы, которые нам нужны в этом документе. И таким образом мы создали наш документ. Все очень просто. Далее нам нужно... Да, клакает и прерывает звук. Ну, я надеюсь, что это не у всех, и... Это временная, надеюсь, штука. После того, как мы сделали договор, нам необходимо договор обработать. Самый обычный процесс, который всегда есть, это согласование договора. Согласование договора бывает последовательное, один за другим, или параллельное, когда все сразу получают, а все сразу согласуют. Или смешанное. То есть на первом шаге сделали там два человека, потом перешло на следующий шаг, там отработали три человека, перешло на следующий шаг, например, генеральный директор. Таким образом можно использовать разные варианты хода процесса. В данном случае на экране сейчас вы видите шаблон согласования договора, в котором смешанное согласование идет. На первом шаге ответственный за согласование договор визирует. Потом мишен зеленец, это у нас юридическая служба и бухгалтер. На втором шаге, если они согласовали, то это дальше доходит до генерального директора. То есть таким образом генеральный директор будет согласовывать, если все проработали. А чтобы мы сэкономили время, то юрист и финансист, они согласуют параллельно вместе, на одном шаге, на втором шаге. В самой карточке документа можно по ссылке о процессе задачи сразу увидеть все процессы задачи, которые есть по этому документу. Ответственный за договор управляет согласованием, он запускает на согласование. Если возникают какие-то замечания, то он ответственный, он вносит корректировки. Если было не согласовано по каким-то причинам, то он может изменять договор и отправлять на повторное согласование. И таким образом итераций по согласованию договоров может быть много. В процессе такого согласования наконец-то документ приобретает то, что нам нужно, и окончательно будет согласован. На закладочке визы в карточке документа у нас собираются все визы. Если было несколько циклов согласования, то можно посмотреть историю согласования. И также можно распечатать визы согласования или окончательной, или с историей согласования. Там будет указано, кто, когда, на каком шаге, какую визу поставил, согласованно, согласованно замечания или не согласованно, и что написал в комментариях к своей визе. И таким образом возникает, фиксируется вся история работы по согласованию с этим договором. Обычно визе согласования распечатывается с окончательно проработанным договором и относится к генеральному делу на подпись. Контроль возврата документов. Когда у нас договор с нашей стороны согласован подписан, мы хотим его передать контрагенту, нам хотелось бы, чтобы было где-то зафиксировано. Кому мы отдали, кому мы отдали, отдали мы оригинал или копию, когда должны вернуть. Это касается как наших своих сотрудников, мы можем выдать договор для, например, регистрации в каком-нибудь там палате, или для передачи контрагенту кому-то из их ответственных людей. Если в журнале передачи документ передан и вовремя не возвращен, то он подсвечивается красненьким. Или можно специальными отчетами, отчет по журналу передачи, получить самую разную информацию о тех документах, которые у нас были выданы. Где они находятся, мы понимаем и знаем. Когда у нас заключен договор, то мы по этому договору должны наверняка какие-то обязательства выполнять. Или поставку товара делать, или оплачивать услуги, связи интернета. То есть нам нужно что-то делать по договору. По договору можно запускать процесс исполнения. Процесс исполнения похож на процесс согласования. Он также может, участников может быть много, может быть один, простой вариант это поручение, или их может быть много, они могут выполнять задачи или последовательно, или параллельно. Может быть назначен кто-то ответственным исполнителем по договору. И таким образом работы по договору ведутся, выполняются, процессы позволяют это делать. Также мы, когда стартуем процесс, например, процесс оплатить услуги связи интернет. Процесс бухгалтеру стартанули, бухгалтер оплатил, а потом мы можем взять этот экземпляр процесса и настроить повторение этого процесса. То есть он будет повторяться каждый месяц, ежемесячно. Допустим, там 5-го числа каждого месяца. Или за 3 дня до окончания месяца будет стартовать новый процесс, такой же копия, и бухгалтер будет получать задачу оплатить интернет. Никто ничего не забудет, все будет прекрасно и хорошо. Программа документа оборот позволяет любые документы настраивать связи между ними. У нас есть в данном случае договорные документы, и, например, ДОП-соглашение, оно точно должно быть связано, привязано к какому-то договору, потому что ДОП-соглашение к договору. Таким образом у нас настраиваются связи, и таким образом мы можем документы видеть сразу вместе. К дополнительным связанным документам можно отнести ДОП-соглашение, приложение, протоколы переговоров, протоколы разногласий, подрядные договоры, акты, накладные, переписка по договору и так далее. Когда мы связываем документы, то в карточке документа на закладке связи, как сейчас вы видите на экране, мы видим все связанные документы и все вложения в них файлов, которые есть. И можем прямо из карточки, например, договора перейти в ДОП-соглашение или в акт выполненных работ. Вообще можем открыть файл из этого документа сразу. Это очень удобно. Также мы можем распечатать, вывести на экран, структуру связи. И таким образом мы видим вообще все документы, которые связаны каким-то образом между собой. И щелкнув по выделенному прямоугольничку с этим документом, мы можем открыть тот документ, который нам нужен. Из карточки документа закладка связи можно делать то же самое. Открыть сразу документ. Также есть отчет, который позволяет просматривать сопроводительные документы по договору. Он бывает полезен, особенно когда у нас есть договор и к нему есть, например, счет на оплату и есть акты выполненных работ. Например, договор у нас на сумму 500 тысяч и акты выполненных работ у нас есть на 100 тысяч, на 200 тысяч и на 150 тысяч. И мы даже визуально сразу можем видеть, что у нас договор на 500, а актами закрыты 450 тысяч. То есть на 50 тысяч акта не хватает. Мы сразу это видим и можем при принятии действий в организме. Договорные документы при настройке обязательно устанавливаются в сроке действия договора, они всегда существуют. И это позволяет контролировать срок действия документа. Сейчас на экране, на скрешете вы видите срок действия, устанавливается дата начала, дата окончания. Если договор бессрочный, то дата окончания ее нет. Также мы выбираем срок, вариант продления договора. Договор может быть или не продляться, или автоматически будет продляться, например, или ежемесячно, что, наверное, вряд ли бывает, или ежегодно, что бывает очень часто. И также есть отчеты, которые позволяют контролировать, например, посмотреть договоры, которые с истекающим сроком действия, чтобы вывести этот реестр, понять, какие договоры у нас в классе заканчиваются, какие договоры нам нужны. И мы хотели бы их продлить, и, значит, нам нужно предпринять эти действия, чтобы заранее контрагентно связаться и его продлить или новую заключить. Также есть возможность в программе расторгнуть договор. Работали, работали, что-то произошло. У нас есть возможность установить в карточке документа флажок «Расторгнут» и, может быть, указать документ, на основании которого этот договор будет расторгнут. Далее. Мы рассмотрели процессы, которые у нас есть в договорной работе. Поскольку у нас договоров много, они разные, к ним настраиваются разные доступы к этим договорным документам. Ограничения доступа могут быть сделаны по правам на папке. На папке, в которых лежат карточки документов. Это первый вариант ограничения доступа. Дальше такие разрезы, как гриф доступа. По видам документов могут ограничиваться доступы. По организациям, по нашим юридцам. По группам контрагентов. По группам физических лиц. По вопросам деятельности. А также по рабочим группам, которые в документах указываются. За счет этого всего у нас многообразие настроек. Оно многообразное, поэтому очень удобное. И можно получить любой результат. Это на самом деле не так сложно. А все настраивается. Мы можем очень точно и детально настроить, кто с какими документами работает. Например, у нас служба закупки, она работает только с договорной закупки. Финансисты работают с финансовыми договорами. Ну и так далее. Юристы работают со всеми договорами. То есть мы можем настраивать доступы так, как нам необходимо. Для того, чтобы доступы заработали, нам необходимо, во-первых, включить в настройках программы ограничения прав доступа. И указать разрезы доступа, которые нам необходимы. Если у нас одно юрлицо, то нам по организациям не нужно. Или, допустим, нам по организациям не нужно делить совсем. А по видам документов нужно. По грифам доступа. Может быть, мы это просто не используем, а зачем мы это будем включать? Не используем. Доступы назначаются через политики доступа и специальными разрешениями. Здесь мы указываем, по каким разрезам доступа, кто имеет какие права. Все это собирается, и у нас все начинает работать. Также можно сузить доступ. Как правило, сузить доступ. Но есть возможность расширить. Через рабочую группу. Рабочая группа, если она заполняется, то значит только эти функциональные роли, или эти группы пользователей, или конкретные пользователи, будут иметь доступ к конкретному этому документу. Например, как пример приведу. Служебная записка. Доступ настраивается для служебных записок всем людям. Потому что все будут работать с служебной запиской. Но, когда человек создает служебную записку, то при заданной настройке автоматическое ведение рабочей группы он попадает в рабочую группу, потом он отправляет на согласование кому-то, на рассмотрение, на исполнение. И люди в рабочую группу набираются, и только эти люди, кто работает с этой служебной запиской, имеют доступ к этому документу. Для всех остальных этот документ будет не существовать. Права доступа по папке размещения настраиваются таким образом. Мы щелкаем по папочке в списке документов, открывается папка, выбираем настроить права и указываем те роли, или те группы, или тех пользователей, которые должны иметь доступ. И какой доступ. Это очень простые и удобные вещи. Поскольку у нас документов в системе может быть много, договорной работы может быть много, нам хотелось бы быстро это находить. Для этого есть механизм поисковых запросов. Когда мы выбираем область поиска, в данном случае внутренние документы, мы указываем пореквизитно те данные, которые нас интересуют, и получаем реестр документов, которые соответствуют этим данным. В данном случае, вот сейчас вы видите, есть список документов, а внизу на этом стрейшоте указаны те условия, при которых этот реестр был сформирован. Эти поисковые запросы слева накапливаются, мы можем их сохранять и потом в дальнейшем использовать повторные. Ну, например, такая же, такая вещь. Хочу посмотреть договоры, которые больше одного миллиона рублей, которые по определенным контрагентам, и которые будут заканчиваться в следующем месяце. И у меня всегда есть реестр этих документов, которые мне нужно держать на контроле. Также можно искать информацию по натекстовым поискам. Это примерно как в Google, мы набираем поисковый запрос, и система ищет все, что может найти, и находит, показывает нам, подсвечивает. Более того, мы можем определить области, где надо искать, где не надо искать. Например, нам не нужно искать в файлах, нам нужно искать именно в документах. Прекрасно, мы выбираем в документах без файлов. И информация будет искаться только в самих документах. Мы можем указать, что мы хотели бы поискать с ошибками, с опечатками, и нам тоже все найдет. И более того, поисковые запросы позволяют искать даже по синонимам. Как вы сейчас видите на экране, у нас написано «основательный ремонт с ошибками», но у нас нашлось капитальный ремонт в документах, хотя то, что мы искали, и то, что в документе, не соответствует. Почему это важно? Когда человек набирает текст, он может просто допустить статистическую ошибку, опечатку, и система все равно сможет найти. В программе есть хорошая справка по тому, как формировать полнотехственные запросы, и можно очень мощно доставать информацию из данных. Внутри справки все это есть. Также, когда мы находимся работой в списке документов, мы можем прямо сразу набрать, например, в фрагменте именования контрагента, и нам динамически будет отобран список наших документов, только с теми документами, где такой фрагмент текстов включается. Итак, мы с вами проговорили сейчас о чем. У нас есть договорные документы. Мы их настраиваем за счет того, что мы определяем виды документов, настраиваем шаблоны к ним, подготавливаем файл, шаблоны и правила по заполнению, чтобы мы могли файл автоматически заполнять данные из карточки. Потом мы настраиваем процессы, по которым у нас проходят согласования, определяем доступы, кто с какими документами может работать, как это будет происходить. У нас есть механизмы для поиска, у нас есть механизмы для контроля, кому мы что передали, когда должны вернуть. Это важно. Мы можем контролировать окончание сроки действия договора, мы можем их автоматически проблять или понимать, когда нам документы нужно пробить. То есть программа документа оборот позволяет пользоваться этими механизмами для того, чтобы организовать договорную работу. Сейчас я немножко коротко расскажу, как делался проект в компании «Перспектива». Это девелоперский бизнес, большой, там много разных направлений, что-то, по всему прочему. Договорная работа, когда они захотели это сделать, была озвучена так, что договорных документов будет примерно 8-10, ну и там 3-4 процесса разных. И вот это все у нас так работает. Да, все просто понятно. Когда мы начали с ними работать, то выяснилось, что на самом деле договорная работа у них довольно-таки такая большая. И видов документов, договорных документов, у нас было там около 50-60, я сейчас точно не помню, но много. Мы все их очень четко проработали, сделали классификацию. Сейчас, если у нас помещаете, вы видите виды договорных документов с этого проекта. Их оказалось достаточно много. Мы их детально проработали, сделали дополнительные реквизиты, настроили все шаблоны, в некоторых документах мы сделали файлы, которые будут автоматически заполняться. И когда мы перешли к процессам, то в процессах там оказалось не 2-3, оказалось, что будет 5 комплексных процессов, в которых будут элементарные процессы использованы, такие как согласование, исполнение, проработать текст, потом окончательное согласование и так далее. И процесс, проект оказался не такой тривиальный, как казался в начале. Но все получилось очень качественно, хорошо. Мы это сделали за, сейчас я не помню, там было 3 спринта. Это месяц небольшим у нас ушло на это дело. Прекрасно все закончилось. Самое главное, это очень хороший результат, самое главное, после того, как мы все это развернули, сделали, у заказчика не осталось вопросов по тому, как можно, как эксплуатировать без исполнителя. То есть они сами все знают, они понимают, как это устроено, и более того, сами могли бы на себя какие-то изменения, ну там, при какой-то компенсационной поддержке. То есть они получили хороший настроенный инструмент для бизнеса за адекватные деньги, и в общем-то все у них было прекрасно. Вот здесь, сейчас на экране скриншот, где комплексный процесс, приведен как пример, довольно-то сложный, но очень много действий в нем. Сейчас в двух словах я расскажу технологию настройки, один из документов оборотов для договорной работы. Все очень просто, смотрите, прям вот запоминайте. Первое, что нужно сделать, это запомнить основную нормативно спрашивающую информацию, там, организации, пользователи, должности, там, структура предприятия, там, все это понятно. Это просто в любом случае должно быть всегда. Дальше, для договорной работы мы определяем множество видов документов. Потом мы настраиваем каждый вид документа. Если каких-то полей не хватает, мы добавляем дополнительные реквизиты. Дальше. Мы подготавливаем шаблоны файлов, которые будут в наших шаблонах документов. Это все настраивается. Это все, на самом деле, вот несложно, совершенно несложно. Если нам хотелось бы, чтобы эти шаблоны файлов заполнялись не вручную пользователям, а как-то автоматически с карточки документов, например, реквизитами сторон, то тогда заполняются, настраиваются правила автозаполнения. Это делается в режиме конструктора. Вместо случаев нужно написать небольшой скрипт на языке 1С. Таким образом мы подготовили все это дело. Настраиваем шаблоны процессов, по которым будут обрабатываться документы. Шаблоны процессов могут быть не такими простыми, как я до этого показывал. Комплексные процессы позволяют реорганизовать любую движуху по договорным документам. С любыми контролями, с любыми участниками. Это потрясающе. Но лучше всего делать так, чтобы это все было просто. То есть видов документов договорных должно быть минимум, который действительно необходим. Координациональные роли, по которым люди работают в процессах, тоже они должны быть определенные. Процессы должны быть заданы. Если кто-то не очень нужен в согласовании в процессе согласования, то лучше его не включать. Лучше включить его, как человек, которого ознакомили о том, что существует договор, который согласован сейчас. Права доступа настраиваются. То есть кто с документами, с видами документов по организациям будет работать. Все. Собственно говоря, это все, что нужно для того, чтобы организовать договорную работу. Ничего сложного нет. Но система рекламного документа оборота – это всегда сложный процесс. Это более сложные процессы часто, чем бухгалтерские, учетные, финансовые проекты. Почему? В тех проектах, где используются другие программы 1С, там всегда есть кто-то, кто заинтересован, для кого это инструментарий для его работы. Например, финансист или главный бухгалтер, или руководитель отдела кадров, где делается расчет заработной платы. Они с этим работают, это их инструмент. И с ними очень легко этот проект делать. Документ оборотом иногда бывает ситуация такая, что программа документа оборот, она нужна всем, ну понемножку. Финансистам нужна, нужна, юристам нужна, нужна. Но все они без этой программы могут жить. И по сути получается, что есть программа, которая нужна всем, но как бы никто ей не владеет. И здесь очень важно всех заинтересованных людей собрать, понять, кому что нужно, подвести все это под общий знаменатель, чтобы все согласились, что да, пусть будут правила вот такие, одинаковые для всех. Зоны влияния будут такие, там, права такие. Понять заинтересованность всех этих участников проекта и суметь эти интересы собрать в единое направление, чтобы проект двигался вперед. Если интересы будут в разные стороны, то, честно говоря, проект будет или плохо двигаться, или вообще будет стоять колом, а потом просто сломается, испортится и все. Какие нужно сделать шаги нам для того, чтобы делать проект? Нам необходимо обязательно определиться с целью. Зачем мы делаем документы оборотов? Например, мы хотим реализовать договорную работу. Зачем? Чтобы они были в электронном виде. Зачем? Ну, потому что в бумаге это тяжело, сложно, в электронном виде это быстрее, удобнее, и у всех это сразу под рукой. Да, отлично, хорошо. Нужно определить все цели, которые нам необходимо достичь, понять, кто является заказчиком этого, определить ту ответственность со стороны заказчика, кто будет отвечать за этот проект, и определить максимальную часть, которую нужно запустить. Например, если мы хотим сделать всю систему документа оборота, это нужно разбить на куски, входящий-сходящий, канцелярия, договорная работа, ОРД, приказы распоряжения, то есть разбить на какие-то области. Если договорная работа и договоров вдруг много, то их можно разбить на части. Например, договоры закупки, договоры оказания услуг, договоры продажи, финансовые договоры. Можно на области договорные разделить и их реализовать. Когда реализовали одну область, перейти в другую область. Это удобно. Это позволяет лучше оперировать проектом, лучше понимать, что это мы можем сделать за две недели. И через две недели у нас будут результаты. Кто в этом участвует, какие-то люди, какая информация нужна. Ну, нужна минимальная информация только для этой части. Мы все это собираем, настраиваем, обучаем людей только этой части, запускаем, и все это работает. Опять же, там документация пишет под эту часть. Все. Мы это сделали и получилось. Поэтому основные шаги – это нужно определить, кто участвует, зачем мы это делаем, кто в ответствии со стороны заказчика, со стороны исполнителя, если привлекается сторонняя организация, комедирная, один из кончайтов, например, кодер-лайн. Также определиться с тем, какой будет результат на выходе, чтобы мы могли понять, мы достигли результата, у нас получилось или нет. Да, мы сделали, но у нас все настроено, прекрасно, но никто в систему не заходит и никто в системе не работает. Результаты не достигли. То есть нужен административный ресурс, который поможет всех людей включить в работу систему, и тогда эта технология заработает. Можно делать это все абсолютно самостоятельно. Поверьте, это несложно. Есть нормальная документация, которую можно какое-то определенное время выделить, почитать и понять там, что делать. Сейчас я рассказал, как это все делается. Тут все просто. Но специалистов внешних бывает полезно привлечь. Почему? Потому что, во-первых, они имеют опыт и знания. Во-вторых, у них есть независимый взгляд на то, что правильно, а что неправильно. Просто независимый взгляд. Как в профессионалах. Потом они могут помочь разным подразделениям урегулировать между собой внутренние конфликты или там разное понимание, как должно быть. Если, например, оставить юристов и финансистов наедине, то они могут не договориться. Потому что у юристов есть очень четкая позиция. А у финансистов есть своя четкая позиция. Они не могут договориться. Когда появляется третья страна, которая автоматизирует все это дело, она находит какие-то общие моменты, которые позволяют и может урегулировать этот конфликт прямого столкновения интересов. Поверьте, внешние специалисты в этом деле это штука полезная. Опять же, специалисты, они ориентированы на результат. Когда делается своими силами, то этот процесс может быть длительным, бесконечным. Потому что зарплаты включаются каждый месяц. Процесс идет. Проби всех довольны, никто никого не ругает, не оказывает. Можно делать месяц, можно два, можно делать полгода. Но если хотите результат, то лучше, чтобы был кто-то внешний, кто нацелен, заинтересован на результат. Опять же, когда люди работают и выполняют довольно хорошо загруженные по работе, то очень сложно, тяжело выбрать время, ресурсы для дополнительной работы. или нужно дополнительные деньги выплачивать людям, которые начинают заниматься проектом декоративного оборота в вашей организации. Опять же, когда вы привлекаете внешних специалистов, то ответственность за результат возлагается на исполнители, и исполнитель будет двигать ваш проект. Проект не остановится. Ну и понятно, что когда приходят специалисты, то они часто предлагают какие-то готовые решения, готовые технологии, которые вы просто оцениваете, выбираете, и это просто работает. Хочу упомянуть о том, что в компании CoderLine проходят курсы обучения по программе 11 документов оборот, специальная работа с программой 11 документов оборот CORP. Приходите, стоимость курса обучения 10600, и вот вы видите здесь даты, когда это можно, тогда можно прийти, записаться, например, 28 сентября, ближайшее будет 7-26 октября, 12-26 ноября и 8-23 декабря. Приходите, это очень здорово. Если тот, кто ответственный с вашей стороны за документы оборот будет, пройдет обучение, это будет только полезно. Я, кстати, являюсь сертифицированным профессионалом 11 документов оборот, специалистом-консультантом, сертифицированным и преподавателем 11 документов оборот. Так что, может быть, вы можете заказать обучение у меня. Итак, что нам нужно, чтобы сделать? Нам нужно определиться, кому нужен проект, кто заинтересованные лица, что мы должны получить в результате, кто этот проект будет делать с вашей стороны и, может быть, со стороны исполнителя. Обязательно определиться со сроками, составить план проекта, что мы делаем, в каком порядке, с какими сроками. И обязательно инициировать проект. Лучше это сделать, чтобы это было на самом высоком уровне инициировано и закреплено приказом. И делаем. Это, поверьте, это интересно, это новые знания, новые эмоции, это здорово. Когда вы создаете новый инструмент, новые технологии для вашей организации, ваш статус внутри организации только поднимается. И результаты на проектах добиться всегда можно, если вы на это заинтересованы. А мы вам в этом поможем. Обращайтесь к оберлайн. Я также могу вас проконсультировать по скайпу, если какие-то конкретные прям вопросы, могут быть мелкие вопросы, как вот это мы можем получить. Вы можете написать, я вам просто отвечу и все. Также вы можете заказать обучение или в центре сертификационного образования, обучения, кодерлайна или онлайн обучения, можете сказать. Все, пожалуйста. И еще хочу сказать одну важную вещь. Сейчас все еще действует акция со стороны фирмы 1С, когда можно огромное количество ПО и лицензии на 100 рабочих мест, вот это все можно от фирмы 1С получить за 10 тысяч рублей. Эта акция действует до конца ноября, если я не ошибаюсь. Вы можете таким образом сэкономить деньги, скажем так, на первом шаге инициации проекта, старта проекта не тратить серьезные ресурсы финансовые, а за небольшие ресурсы развернуть инфраструктуру, сделать проект и потом понять, насколько там экономически выгодно и невыгодно финансистам будет гораздо проще принять решение о приобретении и цене. Так что обязательно этим воспользуйтесь. Пообщайтесь с представителями кодер-лайн, кто занимается продажей, сопровождением клиентов, продажей лицензии и обязательно пообщайтесь с этим. На этом у меня все. Наверное, мы можем перейти к вопросам, если они у вас есть. Я на них попробую ответить. на акции 10 тысяч рублей. Я читаю вопрос сейчас. Это не ограниченный, нет, это ограниченный срок, это предоставляет как бы временные лицензии, потому что пандемия, там все сложно, и вот, чтобы никто никуда не бегал, не ездил, то есть, просто получается дистанционная лицензия, ПО, все это работает, а потом вы понимаете, сколько вам реально на самом деле нужной лицензии, если вообще вам это все нужно, и тогда вы можете приобрести только то, что необходимо. Сейчас я посмотрю, какие там еще вопросы были. Есть качественные видео, показывающие функциональные по документу обороту на 2-3 минуты. Я думаю, на 2-3 минуты наверное нет, но для высшего руководства скорее всего можно будет какие-то ролики просто подготовить. То есть, это вот индивидуально, что вам нужно показать вашим руководителям. Вот такое, такое, такое. Хорошо, давайте это сделаем. Делается небольшой ролик, действительно, там до 5 минут ролик должен быть, иначе просто внимание уходит. Подробнее в формате обучения расскажите, пожалуйста, Игорь спрашивает. Спасибо, Ксения, спасибо, Игорь, за ваши вопросы. Есть стандартный курс обучения, он сертифицирован фирмой 1С, и по нему проводится программа. Можно, то есть, идет лекция, рассказывается материал, естественно, по темам там все разбито. У вас на компьютере программа идет к винтовому обороту, вы можете какие-то вещи открыть, посмотреть, сделать, какие-то вещи там преподаватель просит вас это сделать, какие-то вещи просто открыть и посмотреть, как это работает. Ну, как-то так. То есть, все курсы обучения по 1С, они примерно так проходят. Идет лекционная начитка, и всегда у вас есть под рукой программа, где вы можете просто сейчас прям рассказывать, посмотреть и попробовать. И есть какие-то небольшие задания, которые вы должны выполнить. Ну, прям небольшие, чтобы вы просто почувствовали, и чтобы у вас осталось понимание, что вы это можете. Ну, взяли и сделали документы, заполнили карточку и все, и распечатали. Там, да, все работает, все включается. Ссылку на документацию можно попросить? Да, документация, а вы знаете, документация на программу документа оборот есть на сайте 1С 1С в рамках проекта ИТС информационного человеческого сопровождения. Это тоже вот я предлагаю вам пообщаться с менеджерами Коберлайн, они вам подскажут, как это все дело получить. Если у вас есть подписка на ИТС, вы можете это уже иметь на в разделе ИТС на сайте 1С. вопросов вроде больше я не вижу. А может быть окончанием процесса по договору электронная попись директора без распечатывания листов? Да, конечно, да. Если у вас все хорошо простроено, все организовано, то можно отправить директору на согласование с электронной цифровой подписи, мы просто подпишем и все, и после появления электронной цифровой подписи документ будет закрыт. Вебинар наверняка будет в записи, это вам уже Анастасия сказала. Все, что вам заявлено, озвучено. Я включил видео, чтобы меня можно было увидеть. Спасибо огромное, что вы слушали, спасибо за ваши вопросы. Остаемся на связи. Если нужны какие-то вопросы, консультации, ради бога, наша задача помочь вам определиться, что вам будет полезно для вашего бизнеса, помочь вам разобраться с этими сложными техническими вопросами, организационными и все, что вам необходимо сделать для создания системы у вас появится следующая задача или следующее финансирование, вы будете знать, к кому обращаться, с кем вы деньги, ваши деньги на ваши задачи потратите правильным образом. Поэтому обращайтесь, мы все сделаем. на этом на этом у меня все, большое вам спасибо, если напишите свои комментарии, впечатления о вебинаре, я буду вам благодарен, ну или поставьте плюсики, минусики, хотя бы в чат, напишите что-то, мне будет приятно. Спасибо всем. На этом я отмечаюсь, чат остается здесь. Напишите ваше замечание, комментарии, пожелания. Спасибо.